История железнодорожного сообщения в городе Елгова началась во второй половине 19 века. Открытие железной дороги состоялось 21 ноября 1868 года. Ее протяженность была 41,5 километров. Значение первоначально-конечной станции возросло в 1873 году, когда железную дорогу Рига-Елгова продлили до Можикяя. Еще до Первой мировой войны тут появилась, так сказать, Московско-Миндавская железная дорога или железнодорожная линия Москва-Венспилс, которая проходила опять через Елгаву. И уже четыре направления сразу у нас получается. Во время Первой мировой войны немецкая армия построила прямую железную дорогу с территории Германии до Елгавы, потому что нужно было перебрасывать войска. А это именно сейчас у нас считается участок Елгава-Шавляй. Уже это как бы пятая линия. Еще если добавляем как бы Лепайское направление, которое потом уже на станции Глуда отпетляется от Можикяйской линии, но в принципе тоже как бы второй путь сделали сразу, да, это уже в принципе шестое направление. Так что Елгава у нас самый как бы, ну, больше всего линий за Ригой только, да, получается, у нас именно из Елгавы выходит. Вместе со строительством железной дороги был возведен и вокзал. Автор здания – немецкий архитектор Отто Дитце. Несмотря на то, что здание вокзала пострадало во время обеих мировых войн, его удалось сохранить. Есть в истории Елговской железной дороги одно очень печальное событие – крушение грузового паровоза в 1966 году, при котором погиб 39-летний машинист Алексей Прохоров. Он вел состав грузового поезда и, то есть при заезде на станции Даугава, он заметил, что поезд принимается на неправильный путь. Что это значит? Он сразу понял, что в принципе поезд с большой, относительно большой скоростью, порядка 40 км в час, скоро врежется в тупик, то есть тупиковую призму, за которой уже, в принципе, как бы овал начинается, да. И он до последнего находился в кабине, хотя мог спрыгнуть сразу, да, даже при такой скорости он, конечно, спас бы свою жизнь тогда. Но он пытался затормозить поезд, чтобы последствия были поменьше, да, и таким образом он спас и своего помощника-машиниста, да, которому удалось выпрыгнуть вовремя. За самоотверженность, проявленную при исполнении служебных обязанностей, Прохоров был посмертно награжден орденом Знак почета. Техническая экспертиза показала, что машинист последовательно применил весь комплекс необходимых мер, чтобы уменьшить последствия катастрофы. Только полностью исправить чужую ошибку было не в его силах. Это все произошло из-за халатности. Там, на этом участке, это Круспилс-Елгава, была уже введена диспетчерская централизация, то есть уже все должно быть в порядке полном, потому что автоматика следила за прохождением поезда, и она не должна была направить этот поезд в тупик. Но в этот же день электромеханик перепутал два провода, то есть местами, да. Но это очень-очень грубая ошибка, естественно, электромеханика, и те, которые следили, или должны были следить за его работой, этого не увидели. В память о героическом поступке Прохорова его именем названа одна из улиц Елговы. Через эту улицу ежедневно прилегает путь машинистов, идущих на работу. Продолжение следует...